моего дома больше не все украинские медиа переполнены вот этими вот рассказами учите им украинской готовьтесь к референдуму если наши нас не могут защитить может быть украинцы наши машина с дарсу сгоревшая все украина чуть побольше московской области и и мы уже тут два с половиной месяца два с половиной месяца каждый день у них танки 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 я стала благодаря этому сценарию непобедима привет друзья меня зовут Елена Курбанова и вы на моем ютуб-каналі Курбанова лайф а это свежий огляд и выпуск присвяченый российской пропаганды и их кринжатин и известно всему тому що вони набрехали про нас про світ і про себе для того аби нічого не пропустите не забувайте підписывайтесь на ютуб-канал Курбанова лайф ну і звісно перш ніж ми розпочнемо не забувайте так так авансом але лишите нам вподобайку моего дома больше нет не могу в это поверить ребят вывозите выезжайте как можете говорят сейчас вот я уже двое людей мне написали что получается заехать выехать забрать какие-то документы для людей животных и так далее не бросайте животных тут пожалуйста не верю господи суджа обстановка было только что в центре короче все более-менее целая прокуратура на город администрации висит укроповский флаг украинский флаг военных много техника я думал сфотографировать им короче позвал меня военный проверил документы не грубил ничего сказал что нельзя снимать не говорю что нам делать теперь что будет типа что делали витучить а им украинской и готовьтесь к референдуму честно уже каким флагом жить волна чтоб мирно если наши нас не могут защитить может хоть украинцы забрали еще попутчиков вот людей собакой она машина люди еще просится ехать но некуда брать через переезд пойдем сюда хоть за домами может коптер нас застанет потому что ту сторону стреляют надо уже пулемет на очередь слышно сегодня вообще поэтому решились не знаю да не летают у нас там да сегодня хохлядский вот вокзал ну все я как я выезжал мы в солдатском пробыли ночь я был командировки в смоленске и сюда не мог попасть жену дети вывезли потом же вот она прилет был пожалуйста понятно он сокла выбиты до 50 снарядов зашарашила в одну точку я прям обалдел заражите шарах я же говорю даже моему терпению пришел конец сегодня ночь так вот тут но это танки наши ездили все порас короче нам надо курску быстро пересечь вот что мы вчера я приезжал домой по беловской там же убитые валяются вон люди забрали короче его свои вон что-то да он попала машина стоит разбита да ладно вот она ветки сюда прилетать да вот еще одна все бьют туда капитально вот она колеса все все по разбито стекла вот она машины все по побились а уматываем бегом отсюда вот вот они куда и бьют вот машины тоже по побиты кольцо здесь тоже все машины стоят поле вон здесь да все по побито мины мины валяются видел кассетными минами нихрена себе сколько куда ты него едешь блин вот она еще машина побита краски валяются на на военные это вот она наша машина с дарсу заревшая все во время мы дай бог уехать вот она стекла тоже видно побито все было вот она на поле на поле да вот она тоже коптер коптер водки да вот это вот 5 числа пошли в центр пошли идем на полянском повороте вылетает над нами коптер а вот солдаты наши да и блин да это туда нельзя друзья доброе утро 8 утра и мы наконец-то прибыли в курск ехали очень долгой обвезной дорогой и вот сейчас все 15 автобусов находятся на стоянке где конкретно опять же сказать вам не могу в целях безопасности первую очередь безопасности детей которых мы ждем именно здесь мы будем всех принимать то есть в течение нескольких часов приезжать по 100 по 60 по 200 человек что из новостей у нас есть один автобус вот он в нем все медики которые остаются здесь и вот как я успела уточнить люди будут эти направлены на помощь именно городской больнице как долго они будут здесь оставаться пока что неизвестно но я пообщалась с нашими медиками героями они готовы остаться здесь столько сколько потребуется буду продолжать держать вас в курсе ну а пока мы сами в ожидании я думаю что все уже немного нервничают россияни брешут рівно стільки разів скільки відкривають рота и это истина не то яку мы вивчили за останні два роки повномасштабної війни не ми це знаємо набагато довше з 14 року вони вправно використовують слово підтасовку фактів і псо проти нас хоча б почати з історії із розпятим хлопчиком тож нині вони просто виходять на новий рівень хоча і деколи вони самі себе компілюють повторюють і копіпастять одним словом ми кожен день невпинно будемо показувати як вони зашкварились як вони набрихали і перекрутили для того щоб знову і знову це збирати у величезну папочку яка одного дня обовязково поїде в гаагу і спрацює проти російської пропаганди а вы обратили внимание на странность этой ситуации помните рейд на Белгород какое было одномоментно вброшено количество фоточек видосиков до половина была заранее заготовлена но вторую половину хозяйка сапоги свистели у нас над головами они пытались снимать и хуторские сми были переполнены контентом нео власовского отреби что сегодня мы видим вы удивитесь но в хуторских сми нету ни фотографий не видео не пространных откровений военных экспертов ну за исключением того что они там объявили уже марш на москву а есть только знаете что дас есть только отчеты гипс снимают клиент уезжает шеф все пропало я убью его все украинские медиа переполнены вот этими вот рассказами согласитесь очень странная история правда нет ну вот хутор можно упрекнуть в чем угодно но только не в том что они не поминают не понимают в медийке они понимают во-первых как бы весь офис просроченного это бывший вот этот квартал а во-вторых мы же понимаем прекрасно что дирижируют американцы они точно понимают в медийке так что произошло что своего контента нету или он есть но его нельзя показывать потому что вероятнее всего там потери и очень большие и тогда обыватель задаст вопрос а ради чего ну мы же понимаем прекрасно да что это акт безумия ты похоронишь энное число своих людей а это люди подготовленные правда которых много не бывает а какая будет цель отвлечь внимание от другого направления ну такое себе какая же цель в этом во всем нас же интересует главное позиции вады более последовательно если они забанили нашу лабораторию и агентство в причинах указали якобы имеющиеся влияние государства на этот процесс мы это оспариваем готовимся к арбитражу в касс то с американцами вообще все очевидно государство вмешалось в процесс наказания виновных атлетов то есть в национальном законодательстве своей правовой системе федеральное бюро расследований начал преследование китайских атлетов то есть все просто очевидно таким буйным цветом расцвело поэтому по нормам вады конечно должна американское агентство тоже забанить но американцев не надо ничего доказывать просто фбр вмешалась напрямую заведя уголовные дела открыв расследование против китайских атлетов уже как говорится тут не надо никаких актов радченко у счет на табло социальные мережи для россиян это как в окно або двери в пекло ну в принципе в пекле они и так живут но только через них мы узнаем что на самом деле происходит за поребриком и на московских болотах неимоверно на дзеркало здаётся что російська пропаганда каждый день рассказывает про одни а как начнешь копать и дивиться что сами россияни выкладывают в социальные мережи как они показывают своё життя как они коментуют все что происходит диво даешься как они не помечают цією відминности особисто я давным давно переконалася что их социальные мережи треба не только вирезать и демонстрировать и анализовать в нашу программе а еще и звестно перекладывать и тиражировать показывать это как кунц камеру на заходе одним словом те чем наиболее мы были удивлены шокованы и здаясь каждый раз что они не могут пробить больше дна но мы заходим в социальные мережи находим россиян и понимаем не в эту игру они могут играть безконечно здравствуйте московские врачи спасли ногу Эдварда Биллу которую собирались ампутировать жительница подмосковного Реутова каждую ночь качается на скрипучих качелей и раздражает соседей в Иркутской области подростки залезли на фонтан и его сломали пока луги разгуливают лошади и заглядывают к жителям в окна в Ленобласти пьяный мужчина накинулся на ларек с топором в Нижнем Новгороде 4-летний ребенок попал в больницу после того как съел булочку с наркотиками которую испекли родители в Москве рыбак получил 50 процентный ожог тела после того как забросил спиннинг и зацепился за лэп магаданские медведи нашли свалку рыбных отходов и ее раскопали жители Москвы пожаловались на детскую площадку с изображением мечети кальяна и шаурмы в Липецке деревья закатали в асфальт в Дагестане обнаружили туалет с невероятным видом в Госдуме призвали запретить астрологов житель Москвы сжег магазин за то что им отказались продавать сигареты в долг в России водители начнут оказывать за громкий выхлоп в Петербурге буквально на глазах разваливается историческое здание из-за неудачного капремонта подробностей в ТГ Лиговка по результатам исследований несколько будильников по утрам вызывают депрессию и проблемы с сердцем всего вам доброго Слушай, ну что-то их слишком много если бы не было у них многомиллионные поддержки, мы бы их давно уже раскатывали Да, да, это сто процентов Украина чуть побольше, в Московской области и мы уже тут два с половиной месяца два с половиной месяца каждый день у них танки, 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 танки Говорят о мобилизации в России Да, к нам прибыл Я с первого дня сказал, что нужна мобилизация, мы не справимся с такой большой страной У нас пришло пополнение, были добровольцы вчера, позавчера, вот когда со мной как раз парнишка шел, доброволец приехал, сам подписал контракт на шесть месяцев приехал к нам сюда еще в этот, когда веселое, веселее веселее его привезли, дали ему оружие, экипировку вот парень адекватно, все ну, вот из-за этого снайпера, козла, который стреляет по яйцам вот он тоже получил пулю чуть ниже паха такие уроды это туалет в аэропорту города Бадайбо в городе Бадайбо в прошлом году добыли 21,5 тонну золота город Бадайбо, Иркутская область единственный туалет в аэропорту города Бадайбо очень скрепно, ароматно, шикарно, другого не имеется 21,5 тонны золота в год имеется, а туалета для людей не имеется это Россия понимаете, просто я о чем четыре года назад жизнь мне дала тот сценарий такой же, как и сейчас, который чуть меня не сломал когда алкаш выложил мои обнаженные фото и я продержалась только благодаря тому, что я не могла доставить этому ничтожеству такое удовольствие, да и поэтому я не сломалась ну ладно, не важно, как он там звонил потом, еще предлагал встречу и все остальное вот, но я вам к чему а сейчас мне как бы предоставила жизнь ну это античный сценарий, да после этой там ситуации с кофе, да и блин, и который меня сделал еще сильнее поэтому, боже, как я благодарна вселенной вот действительно в благодарности моей нет границ что я стала благодаря этому сценарию непобедима поэтому спасибо и под сам кинезь, друзья, конечно же напоминаю вам, насколько важно, чтобы вы не забыли подписаться на YouTube канал Курбанова лайфа и, конечно, оставить нам в подобайку для поширения всей зібрано информации для того, чтобы и другие глядачи и использующие YouTube в какой-то момент, как вы сегодня слышали повышение тиска, ну и, конечно, изменение и улучшение настроек так всегда бывает, когда вы дивитесь наш огляд российской кринджатини не забывайте для нас украй важливо поширювати голос правди ну и, конечно, украинские наративы тож, вы и только вы, наш глядач, можете нам в цьому допомогти ну и, конечно, бережите себя, бережите Украину до встречи субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok